Всем слышно это хорошо. Давайте приступим к нашему сегодняшнему вебинару. Меня зовут Цыганов Михаил. Сегодня я с вами буду рассматривать вебинар по техническому анализу. В ходе нашего вебинара мы познакомимся с двумя методиками анализа именно технического. Я затрону графические и математические методы. Глобально поговорим о фигурах, о каких-то линиях поддержки и сопротивления. На последующем вебинаре мы с вами обсудим уровни стоп-лосса и тейк-профита, как их можно правильно поставить, будут отложены ордера, ну и соответственно математический метод, в общем-то индикаторы. Итак, что такое технический анализ? Технический анализ это метод прогнозирования цен с помощью рассмотрения графиков движения рынка за предыдущие периоды времени. То есть мы имеем перед собой какой-то график, анализируем его, просматриваем предыдущие периоды времени, ну и соответственно делаем какие-то выводы, прогнозы на дальнейшую перспективу. То есть как нам открыть сделку, предположительно куда должна пойти цена, где войти в рынок более грамотно. Именно с помощью технического анализа вы сможете более точно определить, где уже пора в рынок входить, а когда из него нужно выйти. Итак, есть три аксиомы технического анализа. Первый постулат, первая аксиома, называют ее цена учитывает все, то есть цена последняя инстанция. Значит это говорит о том, что в цене уже все заложено, неважно какой фактор, политический, экономический, может быть психологический, все в цене уже заложено. Значит какие-то новости, какие-то слухи могут незначительно цену подвигнуть к какому-то короткосрочному движению. Ну а в целом цена куда двигается, туда она и будет направлена и дальше, с большей вероятностью, нежели развернется, пока тренд не ослабнет. Что такое тренд, кстати, сегодня я тоже вам расскажу, об этом чуть позже. Значит почему в цене уже все заложено? Значит если вы внимательно слушали наш предыдущий вебинар, я говорил о том, что есть два типа операций на валютном рынке. Это конверсионные операции и спекулятивные. Значит как раз по объему операции превосходят конверсионные операции. То есть это операции по обмену с целью необходимости. Есть какое-то долговое обязательство, например у нашего центрального банка перед другой страной. И совсем не важно, что происходит в мире, долг нужно отдавать, именно поэтому цена будет формироваться от конверсионных операций. Ну а спекулянты, когда увидят какую-то новость, что-то еще в мире поменяется, да, конечно это приведет к какому-то резкому скачку. Но в объеме, для, например, недельного графика практически это ничего не решит. Цены двигаются направленно. Значит это говорит о том, что есть какое-то движение, что это восходящий, нисходящий или боковой тренд. Значит цена не всегда, она никогда не стоит на месте, все время двигается или в сторону роста, или в сторону падения, но бывает еще и в каком-то определенном диапазоне. В общем-то, как говорится, любой тренд с большей вероятностью продолжится, нежели изменить свое направление, пока не ослабнет. Как тренд ослабевает, мы тоже с вами постараемся сегодня или на последующих вебинарах разобрать. Ну и третий постулат. История повторяется, говорит он о том, что, в общем-то, технические анализы занимаются как раз историей предыдущих периодов времени. И мы можем рассмотреть предыдущие периоды времени и сказать, что будет в будущем. То есть пометить какие-то сильные уровни, максимумы, минимумы, какие-то фигуры, модели, которые работали в прошлом. Ну и многие аналитики и трейдеры предполагают, что эти же фигуры и модели будут работать и в будущем. В общем-то, поэтому история и повторяется. Так как мы не видим, что будет впереди, мы имеем график, который уже был, мы его анализируем, ну и соответственно открываем какие-то сделки, позиции. Значит, цель технического анализа. Значит, как правило, мы определяем срок и период действия данного направления. Значит, с помощью технического анализа можно оценить амплитуду колебания цены. То есть мы всегда можем определить, насколько глубоко цена упала и есть ли потенциал падать еще. Или наоборот, насколько высоко цена поднялась, не будет ли совсем скоро коррекции, например. Сейчас сразу говорю, технический анализ применим абсолютно ко всем графикам, ко всем временным интервалам. Но, конечно, построить анализ по минутным графикам, по 5-минутным гораздо сложнее. Почему? Потому что зачастую трейдер просто-напросто не успевает проанализировать всю модель графика, делает поспешные выводы, ну и соответственно цена начинает резко двигаться не в том направлении. Но, конечно, и прибыль там совсем невысокая, то есть речь идет о каких-то нескольких пунктах, может быть, нескольких десятках пунктов всего на все. Значит, на текущий момент времени существует два метода технического анализа. Значит, это графический метод и математический метод. Значит, математический метод по-другому называют компьютерным методом. Сегодня мы с вами рассмотрим только графический метод. О математическом мы поговорим на наших последующих вебинарах. Значит, математический метод – это метод с использованием различных дополнительных математических функций. То есть это индикаторы, это осцилляторы, в общем-то, о которых мы также будем говорить. Сегодня графический метод. Итак, что такое графический метод? Значит, в основе графического метода лежит график, как, наверное, все уже догадались. Значит, есть несколько типов графиков. Сейчас я вам расскажу об основных. Значит, вот самый простой из них – это линейный график. Значит, в основе линейного графика лежит линия. Строится она путем закрытия, путем соединения закрытия каждого часа. Значит, если у вас график часовой, значит, это значит, что, например, внутри часа было какое-то колебание, час закончился, где-то цена остановилась, начался следующий час. Эта точка будет зафиксирована. Значит, в следующий час будет куда-то двигаться, вверх, вниз, остановится где-то посередине, например, час закончится. Таким образом, построится вторая точка. Между двумя этими точками проводится линия. Таким образом, появляется линейный график. Значит, в чем минус линейного графика? То есть здесь вы не видите минусы, минимумы, максимумы за какой-то определенный период времени. То есть линия строится только путем закрытия каждого часа. Значит, на таком графике достаточно просто разглядеть какие-то фигуры технического анализа. Но если говорить о каком-то более точном входе в рынок, конечно, этот график малоинформативен. Значит, следующий вид графика наиболее популярен. Значит, называется он бар или баровый график, столбиковый график. Можете услышать такую формулировку. Значит, здесь вот, в отличие от линейного графика, вы видите вот такие вот столбики. Значит, у каждого столбика есть две линии. Линия слева, линия справа. Значит, линия слева, линия справа. Значит, итак, если у вас стоит график часовой или минутный, может быть, дневной, значит, это говорит о том, что один бар формировался, например, за один день. То есть здесь у нас тенденция, ну, за неделю чуть больше. Значит, каким образом строится данный бар? Значит, цена открытия у бара всегда слева. Значит, бар начинает двигаться вверх или вниз. Значит, если бар двигается вверх, цена растет. Если бар двигается вниз, цена падает. Соответственно, в данном случае, вот она цена открытия. Цена росла. Здесь было закрытие этого дня, например. Значит, несмотря на то, что цена открылась здесь, а закрылась здесь, внутри этого дня был какой-то рост и какое-то падение. Значит, есть какой-то минимум и максимум. Внутри каждого бара есть цена открытия, есть цена закрытия, есть минимум за определенный период времени и есть максимум. То есть этот график, он более информативен по отношению к линейному. Здесь вы можете более глубоко познать, что происходило с ценой, например, после минуты, часа, дня, да не важно, внутри любого графика. Значит, еще более информативным графиком являются японские свечи. Значит, на сегодняшний день это самый популярный вид графика. Значит, в японских свечах есть не только цена открытия, закрытия, максимум и минимум. Как вы видите, японские свечи еще отличаются и по цвету. Значит, есть белые свечи, есть черные свечи. В чем их отличие? Черная свеча формировалась тогда, когда цена падала. Белая свеча формируется тогда, когда цена растет. Значит, у черной свечи, обратите внимание, цена открытия всегда сверху. Цена закрытия всегда снизу. То есть цена падает, двигается вниз. Открытие, закрытие. Значит, у белой свечи все наоборот. Цена открытия снизу и свеча растет. Цена закрытия сверху. Значит, также есть минимум и максимум за определенный период времени. Значит, минимумом является вот эта вот тень. Значит, это называется тенью. Вот такие вот полосочки. Значит, каким образом они появляются. Например, начался час. Цена сначала упала, пошла вниз, не смогла зафиксироваться в этой точке внутри часа. Начала движение вверх, пошла вверх, не смогла устояться на максимуме, упала. Значит, появилась вот такая вот тень. Значит, в данном случае цена открытия вот она, цена закрытия чуть выше. Но есть еще и максимум и минимум за определенный период времени. Почему этот график один из самых популярных? Потому что на данном типе графика вы видите отличия по цветам. То есть здесь вы можете настроить цвета сами, так как вам удобно. Красный, желтый, зеленый, черный. Это не имеет значения. Главное, чтобы вам визуально было проще воспринимать, где цена падает, а где цена растет. Значит, вот они временные интервалы. Самые популярные. Значит, о чем говорит временной интервал? То есть, если у вас, например, японские свечи и у вас стоит месячный график, график говорит о том, что одна свеча формируется за целый месяц. То есть здесь у нас будет тенденция больше, чем за год. Если это минутный график и у вас японские свечи, это говорит о том, что здесь 15 минут, да, чуть больше. Значит, вот таким вот образом. Сразу хочу сказать, если вас интересует внутридневная торговля, то, конечно, здесь стоит обращать внимание и на дневной график в том числе. Но лучше, конечно, понимать, что происходит на часовом или четырехчасовом графиком. Зачастую используют даже полчасовой. Если вы хотите более детально просмотреть, что происходит с ценой, вы должны рассматривать еще более маленькие временные интервалы. Это 15 минут, 5 минут. Конечно, построить анализ по таким графикам гораздо сложнее, потому что здесь цена двигается более резко. То есть полностью оценить ситуацию будет очень тяжело. Следующее, о чем мы с вами поговорим, это будет линия поддержки и сопротивления. Значит, что такое линия поддержки и сопротивления? Значит, это линии канала, значит, это линии, которые мы строим для того, чтобы понять, в каком направлении двигаются наши тенденции. Значит, линия сопротивления – это линия, которую цена не может пробить вверх. Она называется линией резистанс по-английски. Линия поддержки, линия саппорт – это линия, которую цена не может пробить вниз. Значит, она как бы поддерживает цену. То есть цена падает до этой линии, отскакивает от нее и двигается в восходящем движении. Значит, строятся такие линии по восходящим максимумам или минимумам. Соответственно, есть ли это поддержка или сопротивление. Значит, дальше я вам покажу. Значит, вот таким вот образом, да, линия сопротивления. Значит, строятся. Значит, каким может быть тренд? Значит, вот мы построили линию поддержки и сопротивления. Значит, у нас получается тренд. Тренд может быть в трех состояниях. Что такое тренд? Тренд – это канал. Канал, внутри которого движется цена. Какой-то определенный диапазон, внутри которого двигается цена. Значит, он бывает трех видов. Значит, это восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд. Что такое восходящий тренд? Значит, восходящим трендом является тренд, характерной чертой которого является, каждый последующий максимум и каждый последующий минимум должны быть выше предыдущего. То есть цена двигается вверх. Почему его называют бычим трендом? Значит, ни для кого не секрет, формулировка достаточно старая. То есть быки своими рогами подкидывают цену вверх. Таким образом она двигается вверх. Значит, нисходящий тренд называется медвежим. То есть медведь толкает своими лапами цену вниз. Боковой тренд – это тренд, при котором цена не двигается ни вниз, ни вверх, а в каком-то определенном диапазоне, например, в бок. Его называют флэт. Сейчас детально обсудим каждый из этих трендов. Значит, итак, восходящая тенденция. Значит, при восходящей тенденции каждый последующий максимум и каждый последующий минимум должны быть выше предыдущего. Значит, таким образом мы строим трендовые линии. Значит, изначально, когда мы видим какую-то картинку, например, вот эту, мы еще не видим этих линий. То есть мы не можем здесь сказать, что мы вот отсюда проводили линию поддержки, например. Значит, восходящий тренд начинается тогда, когда есть какая-то поддержка. Поддержка у нас появилась где? Вот здесь, когда появилась вторая точка. Каким образом она появляется? Цена двигалась вверх в каком-то направлении, дошла до какого-то максимума и упала. Упала до минимума. Мы получили две точки линии поддержки. Провели линию поддержки. Как правило, мы строим именно линию. То есть мы не делаем отрезок, мы строим луч, луч, который указывает продолжение тенденции, то есть перспективу. Мы смотрим, куда будет двигаться цена и делаем из этого какие-то выводы. Что такое линия сопротивления? Значит, линию сопротивления мы при восходящей тенденции, обратите внимание, строим второстепенно. То есть мы не строим сначала линию сопротивления, сначала у нас появляется линия поддержки. То есть волна, вот она, появилась. Нарисовались две точки линии поддержки, мы ее прочертили. Линию сопротивления мы проводим под первый максимум. Она строится обязательно параллельно. То есть это восходящая тенденция, внутри этого канала цена в дальнейшем с большей вероятностью будет двигаться. Что происходит в дальнейшем? Каким образом мы должны и когда открывать сделки? Открываем мы, если движение восходящее, только по тренду. То есть цена должна двигаться вверх и, в общем-то, с большей вероятностью она продолжит свое движение. Тогда каким образом мы должны открывать сделку? Открываем мы ее не здесь на покупку или не здесь на продажу. Мы дожидаемся момента, когда будет третий отскок. И вот здесь более надежно открываем позицию на покупку. С расчетом на то, что цена дойдет до сопротивления. То есть цена доходит до сопротивления, мы сделку закрываем, ждем, пока цена упадет и снова по тренду открываем сделку на покупку. Открываем сделку, возле линии сопротивления фиксируем. Обратите внимание, характерной чертой восходящего тренда является то, что каждый последующий максимум и минимум будут выше предыдущего. Вот таким вот образом может выглядеть восходящее движение. То есть здесь цена двигается внутри какого-то определенного диапазона. Далее линия сопротивления пробивается. Здесь мы можем еще раз совершить покупку. То есть тренд усиливается. Тренд начинает двигаться уже вот в таком диапазоне, в более широком. Теперь давайте поговорим о нисходящей тенденции. Значит, нисходящий тренд, медвежий тренд, это тренд, при котором каждый последующий максимум и каждый последующий минимум должны быть ниже предыдущего. Обратите внимание, если в восходящей тенденции мы строили сначала линию поддержки, то в нисходящей тенденции наоборот. То есть изначально, когда мы видим три точки, мы видим две линии сопротивления и только одну линию поддержки. То есть мы нашли две линии сопротивления, провели линию сопротивления, указали нашу дальнейшую тенденцию и одну линию поддержки. Получился какой-то канал, внутри которого цена будет двигаться. Вот цена упала, дошла до максимума. Здесь мы можем совершить сделку на продажу. Открывается сделка, здесь можно зафиксировать или подождать, если цена пробьет линию поддержки, то на усиление тренда можно также открыть позицию на продажу еще раз. Но, конечно, это более агрессивно. Обратите внимание, линия поддержки и сопротивления всегда находятся на одном и том же месте. Линия сопротивления всегда сверху, линия поддержки всегда снизу. И если линия поддержки, например, вот из предыдущего графика видно, то есть если был какой-то ценовой канал, линия сопротивления пробита, после пробития данной линии она будет являться уже линией поддержки. То есть цена, обратите внимание, отскакивает уже именно от этой линии. То есть она уже является линией поддержки. Ну и боковой тренд, называют его флетом. Здесь цена не двигается ни вниз, ни вверх, а внутри какого-то определенного диапазона. Значит, здесь все достаточно просто. Если у вас нарисовался такой канал, конечно, работать в таком диапазоне достаточно легко. Но на каких-то более долгосрочных трендах такое, конечно, встретишь редко. В основном это часовые графики или даже еще более маленькие. Ну или это, например, какие-то кросс-курсы. На кросс-курсах такое, конечно, бывает. Здесь все просто. Наверху продаем, внизу покупаем. Фиксируем возле линии сопротивления или поддержки. При пробитии одного из этих уровней тенденция должна продолжиться. Вот в данном случае было пробитие линии сопротивления, и цена пошла вверх. Обратите внимание, торгуем мы всегда только по тренду. Значит, вот он, переход из линии поддержки в сопротивление и наоборот. То есть, если было какое-то восходящее движение, что происходит пробитие линии сопротивления, эта же линия может являться линией поддержки. То есть, ценовой канал будет двигаться внутри какого-то другого диапазона, но он также будет являться восходящим. И эта линия может являться линией уже поддержки. Для вас они линии сопротивления. Так что я рекомендую все линии оставлять. То есть, не нужно их удалять. Мы строим не отрезок, не отделяем какой-то кусок от графика. Мы строим луч для того, чтобы он продолжил нам тенденцию. Для того, чтобы понимать, куда будет двигаться цена в дальнейшем. Ну, точно ту же самую картину вы можете видеть и из наших последующих графиков. Итак, следующее, о чем мы с вами поговорим, это будут силовые уровни. Что такое силовой уровень? Силовой уровень играет очень важную роль вообще в принципе в техническом анализе. Это уровень, его можно назвать линией сопротивления и поддержки. Это уровни, до которых цена доходит. Как правило, пробивает их или отскакивает. В общем-то, уровни, возле которых стоило бы действовать, как говорится. Или покупать, или продавать. А в принципе, для трейдинга что важнее всего? Это место входа, где можно войти в рынок более грамотно. Ну и на текущий момент времени существует три основных силовых уровня. Первый – это ключевой уровень. Его называют локальным. Это какие-то предыдущие минимумы и максимумы за определенный период времени. То есть, это самые ближайшие для вас уровни, к которым вы двигаетесь, от которых вы отскочите, пробьете их. В общем-то, нужно делать как можно быстрее выводов именно с этим уровнем. Исторический уровень. Исторический уровень, как правило, бывает один-два раза. То есть, как правило, это минимум и максимум за всю историю вообще графика. То есть, например, евро-доллар 1.62, например, или 1.6. Это уровень, выше которого цена вообще никогда не забиралась. Если этот уровень будет пробит, скорее всего, это будет происходить очень долго. Цена достаточно активно себя вести не будет. Как правило, она к нему подойдет. Если она его пробьет, то она пойдет дальше. Может быть резко, как правило. Если нет, то отскочит. Опять же, резко. Ну и третий уровень, это психологический уровень. Характерен он, конечно, больше для фондового рынка. То есть, здесь речь идет о нулях. То есть, два и более нулей. Например, котировки 100, 1000, 5000, 1.30, например, 1.40 и так далее. Такие вот какие-то круглые значения. Подходя к этим уровням, к сильным, конечно, цена будет вести себя достаточно агрессивно. Ну и есть какие-то, например, на евро-долларе, сильный уровень, например, цена ходит внутри точки 1.3, 1.4 внутри на последние уже несколько лет. Конечно, эти уровни достаточно сильны. Все о них знают, все их понимают. Но можно делать тоже какие-то выводы из этого. Далее я покажу вам это все на графиках. Что такое ключевой уровень? Ключевой уровень – это предыдущий максимум и минимум за определенный период времени. Например, вот есть нисходящее движение, значит, вот он, да, уровень, предыдущий максимум упала, цена не смогла пробить этот уровень, еще раз не смогла пробить этот уровень. Пробивает минимум, нарисовался следующий минимум. Цена снова упала, не смогла преодолеть с первого раза этот максимум, пробила, дальше пошла наверх. Значит, вот таким вот образом. Это предыдущий минимум и максимум за определенный период времени. На мой взгляд, это один из самых важных уровней. Можно сказать, это ваша ближайшая линия поддержки и сопротивления. Четыреческий уровень. Четвот он, этот уровень, цена достаточно долгая. Здесь тенденция за год, даже больше, да. Значит, здесь цена двигалась в каком-то диапазоне, дошла до максимума. Нарисовался вот такой вот максимум. Ну и, не знаю, сейчас преодолела ли цена этот уровень, но, в принципе, вы, если хотите, можете посмотреть. Значит, вот он психологический уровень. То есть, на данном графике показан уровень 1,6. Значит, это уровень пары евро-доллар, выше которого цена еще не забиралась. То есть, подходя к этому уровню, конечно, с ценой что-то будет происходить. Штана, скорее всего, с первого раза его не пробьет. Возможно, будет какой-то отскок, ложный пробой. Вариантов может быть очень много. Итак, фигура технического анализа. Что такое фигура технического анализа? Фигура технического анализа – это какая-то модель. То есть, это модель аналитики, то есть, это модель технического анализа. То есть, здесь какие-то трейдеры, профессиональные участники рынка выявили какие-то модели, которые работали в прошлом, ну и многие трейдеры могут предположить, что они же будут работать и в будущем. На текущий момент времени есть два типа таких фигур. Это фигуры разворотные и фигуры продолжения тенденции. Если вы видите такие фигуры, значит что-то с ценой будет происходить. Сейчас я вам покажу, как они могут выглядеть. Покажу вам основные фигуры. Разворотные фигуры, для начала давайте поговорим о них. Первая фигура называется голова-плечи. Head & Shoulders по-английски. Что такое голова-плечи? Каким образом она выглядит? Если вы ее видите в рынке, конечно она будет выглядеть не совсем так красиво, как здесь нарисовано. Левое плечо, голова, правое плечо. В рынке вы скорее увидите его вот таким вот образом. Если видеть такую фигуру, то здесь что важнее всего? Есть левое плечо, есть правое, есть голова и есть правое плечо. Вот эту линию называют линией шеи. Каким образом мы делаем действия при такой фигуре? Я сейчас покажу, объясню, почему эта фигура разворотная. То есть было движение восходящим, раз нарисовалась какая-то первое плечо, нарисовалась голова. То есть характерной чертой восходящего тренда, как я уже говорил, является то, что каждый последующий максимум и каждый последующий минимум должны быть выше предыдущего. Вот обратите внимание, вот эта вершина уже не выше этой вершины. Это уже говорит о том, что максимум не был преодолен. То есть тренд скорее всего замедлился. Значит, дальше все зависит от того, будет ли преодолен предыдущий минимум. В данном случае предыдущий минимум это и есть линия шеи. Значит, если линия шеи пробивается, обратите внимание, достаточно агрессивно цена начинает падать. Значит, эта фигура разворотная. Вот она перевернута голова-плечи. Значит, конечно, они бывают не такие красивые, как здесь. Бывают и такие. Встречаются они не очень часто, но, конечно, найти ее можно. Значит, такую фигуру, что даже недавно, несколько месяцев назад была на евро-долларе. То есть, если цена двигается вниз, фигура называется перевернута голова-плечи. Значит, нарисовалось раз плечо, голова, второе плечо, пробитие линии шеи, ну и цена начинает разворачиваться в обратном направлении. Значит, следующая фигура. Значит, называется она двойная или тройная вершина. Также вы можете встретить формулировку двойное дно или тройное дно. Значит, если эта вершина, значит, эта вершина меняет направление с восходящего на нисходящее. Значит, если это дно, значит, эта фигура меняет движение нисходящее на восходящее. По сути, не имеет значения, как вы их называете. Главное, вы должны понимать, что фигура разворотная. Что такое двойная вершина, например? Если у вас есть какое-то восходящее движение, нарисовался максимум, следующий максимум не смог преодолеть предыдущий максимум, ну а минимум как раз был преодолен. То есть в данном случае цена пробивает предыдущий минимум, тренд здесь уже замедлился, по сути мы имеем разворот. Точно так же и с тройной вершиной, и с двойной вершиной, и с дном. Они очень похожи. В рынке они могут выглядеть, например, вот таким вот образом. То есть цена резко двигалась вниз, нарисовался какой-то минимум, была восходящая тенденция, снова цена упала именно до этой же точки. Нарисовалось вот такое вот двойное дно. Далее последовала восходящая тенденция, пробить предыдущий максимум, коррекция и снова восходящее движение. Теперь давайте поговорим о фигурах продолжения тенденции. Значит, фигуры продолжения тенденции очень похожи друг на друга. Вы встретите такие фигуры, как флаг, клин, вымпел или треугольник. Все они очень похожи. Что такое флаг? Значит, у вас есть какая-то восходящая тенденция. Значит, началась коррекция этой тенденции. И снова продолжение. Обратите внимание, нарисовался флажок такой. Значит, в принципе, вы можете их определять, как какая-то коррекция. Что такое коррекция? Коррекция – это движение в обратном у нашей тенденции, но она не определяет наш тренд. То есть тренд, он как был, например, восходящим, он так и остался восходящим. Вот это вот движение, оно откорректировало наш тренд. То есть ни для кого не секрет, что цена не может идти бесконечно в каком-то одном направлении. Рано или поздно будет коррекция или разворот, если тренд будет пробит, например. Очень похож вымпел. Значит, в вымпеле тоже, например, есть нисходящее движение. Рисовался вот такой вот вымпел. Пробитие предыдущего минимума снова, ну и цена двигается вниз в продолжение тенденции. Фигура клин. Чуть подобная, да. Ну и фигура треугольник. Значит, на треугольнике мы чуть более детально остановимся с вами. Тут таким вот образом он выглядит. Значит, фигура треугольник является фигурой только после того, как цена коснулась стенок этого треугольника хотя бы пять раз. В данном случае раз, два, три, четыре, пять. Ну и вот пошла дальше продолжать наш тренд. И еще одной характерной чертой такой фигуры является то, что фигура на 80% является фигурой продолжения тенденции. Ну и на 20% это фигура разворотная. То есть цена может пойти не обязательно в вашем направлении, то есть по тренду, а еще и развернуться. В данном случае вот я привел в пример, как это может выглядеть в рынке. То есть цена двигается вверх, нарисовался треугольничек такой, цена сузилась, было пробитие. При пробитии предыдущего максимума можно открывать позицию на покупку. В данном случае тренд продолжается. Значит, теперь давайте я вас познакомлю с программой MetaTrader. Если кто еще не был на наших страничках в соцсетях, обязательно заходите. Значит, есть очень много рекомендаций, есть различные материалы, есть различное обучение. Будет полезно новичкам, обязательно заходите, читайте, смотрите. Также наши вебинары уже создаются в записи, все вебинары можно будет просмотреть онлайн еще раз. Теперь давайте я покажу, что из себя представляет программа MetaTrader, как ее мы можем использовать. Значит, где мы можем ее найти изначально. Значит, на сайте ForexTrade, например, сайт компании Admiral Markets, вы можете найти вкладку трейдеру. Значит, заходим в вкладку трейдеру. Здесь вы видите наши продукты. Значит, слева вы видите различные торговые счета. Также есть и демо-счета, вы можете просмотреть, попробовать себя в различных торговых счетах. И далее идут торговые платформы. Значит, вам нужна самая простая программа. Значит, программа MetaTrader 4. Значит, вот она, эта платформа. Значит, нужно загрузить. Программа для обычного Windows. Также есть MetaTrader для практически всех известных мобильных устройств. Это MetaTrader Mobile для Windows Mobile. Это Android. Это iTrader для iPhone или iPad. Это BlackBerry. В общем-то, вы можете найти такую платформу практически для всего, на чем вам угодно торговать и совершать сделки там, где вам удобно. Вот, нажимаем «Скачать программу». Значит, ну и, соответственно, можно совершать какие-то операции. Значит, у меня программа уже скачена. Значит, каким образом мы можем зарегистрировать демо-счет? Значит, демо-счет, во-первых, можно зарегистрировать в личном кабинете. Значит, или вы можете это сделать через программу. Значит, вот я открыл программу MetaTrader. Значит, у меня может, например, не быть никаких ни графиков, ни счет не показан, абсолютно ничего. Что в таком случае мне делать? Значит, во-первых, вы должны иметь демо-счет через личный кабинет. Тогда в личном кабинете у вас будет отображаться ваша статистика, которая вам в дальнейшем, возможно, пригодится. Если нет, можно открыть демо-счет через программу MetaTrader. Значит, нажимаем «Файл», «Открыть счет», вносим свои данные, выбираем тип счета, сумму депозита. Значит, обратите внимание, ее можно прописать любую. Обязательно должна стоять галочка «Согласен получать по почте». Значит, нажимаем «Далее», программа вам даст логин и пароль, которую вы можете использовать. Значит, у меня уже логин и пароль есть, в таком случае я нажимаю «Файл», «Логин». Логин – это номер вашего счета. Значит, нажимаю «Номер счета», свой ввожу, «Логин». Значит, обратите внимание, внизу вот здесь написано «Нет соединения». Далее появилась загрузка. Обратите внимание, начали бегать килобайты. Значит, это говорит о том, что состояние соединения стабильно, идет загрузка. Но у меня нет никаких котировок, ничего не настроено. Значит, здесь все достаточно просто. Значит, нажимаем «Вид». Значит, в виде есть различные функции, например, «Обзор рынка». Нажимая «Обзор рынка», в обзоре рынка появляются котировки. Значит, в данном случае у меня котировок очень много. Значит, я могу их убрать, откорректировать так, как мне нужно. Для того, чтобы откорректировать, я нажимаю правой кнопкой. Например, выбрать строку «Символы». Выбрать ту группу инструментов, которая мне нужна. Например, «Форекс» показать. Он покажет мне все котировки по «Форекс». Значит, если котировок много, можно нажать кнопку «Скрыть все». Он уберет вообще все, кроме тех, которые были открыты. Значит, что мы делаем дальше? Значит, я не вижу никакой у меня баланс, не вижу графика. Нажимая «Вид», терминал, появляется вот такой вот терминал. В данном случае у меня мой почтовый ящик, где отображаются все письма, которые мне приходили. Есть графа «Торговля». Значит, в графе «Торговля» вот у меня в данном случае даже открыта какая-то позиция. Значит, мой текущий баланс, мои средства, какой у меня есть залог, свободные средства или уровень. Что это такое, мы поговорим чуть позже. Значит, наверное, на последующих вебинарах я расскажу, на вебинаре по риск-менеджменту, каким образом мы можем открывать сделку, что такое отложенные ордера, как их правильно ставить и так далее. Значит, итак, как открыть график? Значит, для того, чтобы открыть какой-то определенный график, если у меня, например, много символов, два варианта. Если я перетащу мышкой график, он появится. Я могу его увеличить или уменьшить. Если я перетащу теперь второй график вот сюда, то первый исчезнет. Это невыгодно, неудобно. Я могу нажать правой кнопкой по этой котировке, нажать «Окно графика». Теперь у меня их два. Вы можете настроить программу так, как вам удобно. В любой момент можно закрыть, например, терминал, чтобы было удобнее. Или окно котировок. Значит, если мне необходим евро-доллар, например, я открываю евро-доллар. Вот у меня появился какой-то график. Значит, здесь в программе есть различные функции. Вот, их очень много. Значит, обратите внимание, вот здесь у меня есть временные интервалы. Кстати, программа может по умолчанию не быть настроена так, как нужно. Для того, чтобы вставить данные инструменты, вы также во вкладке «Вид» можете добавить различные инструменты. Для этого нужно нажать «Подель инструментов», например. Если я уберу сейчас «Графики», то вот этой панели не будет. «Вид», «Графики». Также вы можете вынести панель графиков или установить ее в другом месте. Например, вот так. Если кому-то удобно. Значит, на этой панели есть временные интервалы. Вот они. Значит, если я поставлю временные интервалы, вот у меня, например, одна минута. Значит, этот график говорит о том, что одна свечка формируется за одну минуту. В данном случае вот тенденция с 26-го числа, с 2-х часов дня. То есть, каждая свечка равна 1-минуте. Обратите внимание, свечи бывают разные. Значит, я сейчас приближу, станет видно. Значит, например, вот такая вот свеча, черная. Значит, был... Свеча началась вот здесь, было какое-то падение. Что-то упала она до минимума, не смогла зафиксироваться, вышла вот к этой точке. Значит, говорит о том, что за эту минуту цена не росла, только падала. Что-то не смогла зафиксироваться до минимума и вернулась. Значит, например, вот в этой свечке был только рост, не было ни падения, ни максимума, ни нарисовала никакого. Значит, в данном случае вот это называется тенью. Бывают свечи вот такие. То есть, цена открытия, свеча пошла вверх, не смогла зафиксироваться в максимуме и упала. Закрытие произошло там же, где и открытие. Нарисовалась вот такая вот свеча. В общем, графики есть разные. Если я открою линейный график линий, вот он. Значит, на панели инструментов есть бары, японские свечи или линии. Что поменяется? Значит, обратите внимание, вот этой вот точке линейный график не отобразит. То есть, линейный график, конечно, менее информативен. То есть, на японской свече мы сможем более точно определить, где находилась цена. Если будет бар, бар тоже это отобразит. Вот он минимум. Столбики, кстати, также можно покрасить в различные цвета, так как вам удобно. Значит, есть увеличение, уменьшение. Программа достаточно простая. Значит, если я потяну за ценовой коридор, например, да, то увижу, что цена сужается или расширяется. Справа у нас всегда цена. Цена снизу у нас всегда дата. Здесь у нас отображается котировка, которую вы используете. Ну и, в общем-то, вот сам график. Сам график. Что мы можем сделать еще? Тянем за нижнюю панель, график увеличивается или уменьшается. Значит, это тоже можно использовать. Значит, также есть различные индикаторы, есть осцилляторы. Об этом мы поговорим на последующем вебинаре. Значит, каким образом мы можем построить линию поддержки и сопротивления? Значит, изначально, да, вот у нас есть какой-то график. Такой вот, например, да. Значит, вот у нас есть восходящая тенденция. Каким образом я могу провести линию поддержки? В данном случае у меня есть точка 1, точка 2. Вот она вот, восходящая тенденция. Изначально я видел вот это. Что было ранее, я не вижу, например. Я беру линию поддержки, трендовую линию. Она находится на панели инструментов. Нажимаю на точку 1. Не отпуская клавишу мыши, я провожу в точку 2. Если я отпущу, она останется где-нибудь вот здесь, например. Я провожу в точку 2. Обратите внимание, я могу чертить по тени или по телу. Это вопрос для многих трейдеров. То есть, если я проведу вот так, то канал будет очень широким. Если я проведу вот так, то он будет, например, очень низким. В данном случае я проведу примерно вот так. Почему я провел именно так? Потому что, если вы будете устанавливать уровни стоп-лосс и тейк-профит, то, конечно, для вас будут играть роль тела или тень. Если вы ставите стоп-лосс, то, как правило, вы ставите его даже за тенью. То есть, там, где цена была и вероятно, что она туда не дойдет. Если вы ставите тейк-профит, то, как правило, фиксируете прибыль внутри какого-то диапазона. Там, где цена была и вероятно, она еще раз туда дойдет. Значит, берем вторую линию. Пытаемся ее начертить параллельно. Она, например, не получается. Что в таком случае можно делать? Значит, если я нажму два раза на эту линию, появятся вот такие вот три точки. Раз, два, три. Значит, это говорит о том, что линия активна, я ее могу менять. Значит, если я зажму кнопку Ctrl, зажму и потяну за середину, то линия копируется. Значит, вот таким вот образом, например, я проведу линию сопротивления под первые максимумы. Вижу, что она еще раз отработала эту точку, еще раз, еще раз. Что таким вот образом получается канал? Также я могу проводить равноудаленный канал. Значит, вот он. Что он сразу предполагает построение линии поддержки и сопротивления? Беру точку раз, точку два. Нажимаю два раза на эту линию за вот эту точечку. Провожу там, где мне нужно. Фиксирую. Значит, вот таким вот образом. Также вы можете строить линии вертикальные или горизонтальные, которые будут помещать ваш предыдущий максимум или минимум за определенный период времени. Значит, если кому-то интересно, как измерить количество пунктов за определенный период времени, есть кнопка перекрестия. Перекрестие. Нажимаем на перекрестие. Хочу измерить вот это расстояние. Обратите внимание, перекрестие показывает цену, где вы находитесь, и время. Время внизу. Если вы хотите измерить вот это расстояние, какое количество пунктов прошла цена за этот период, вы должны от точки А, например, нажать клавишу мышь левую и протянуть в ту точку, где вам нужно. У вас появляются три значения, обратите внимание. Что в данном случае у меня написано первое значение 33, второе значение 128, третье значение 1,30,94. Первое значение 33. 33 это говорит о том, что 33 свечи это расстояние. То есть в данном случае график часовой, 33 часа. Если вторая точка, вторая точка это количество пунктов. 129. 129 пунктов это расстояние, которое я замерил. И цена 1,30,94 это точка, в которую я поставил. То есть изначально я ввел вот отсюда, привел вот сюда в 1,30,94. Вот таким вот образом. Все достаточно просто. Очень легко открыть ордера. По нажатию кнопки все легко открывается. На мой взгляд, это один из самых простых терминалов вообще, всех, которые я знаю. Он очень прост. Для построения анализа он идеален. Итак, на сегодня, я думаю, мы с вами закончим наш первый вводный материал по техническому анализу. Теперь я бы хотел послушать от вас ваши вопросы. Вопросы можно писать в чат. Вот так.